Всем привет! С вами Экс и сегодня я делаю пряники под роспись. Пряники у меня в составе без меда. Это очень интересный и, главное, самый простой рецепт, который я знаю. Это сахарное печенье, можно его так назвать. Оно не деформируется при выпечке и очень отлично подходит именно под роспись. Рецепт, на самом деле, вы видите, очень простой. В составе нет ничего сверхъестественного. Пряники получаются нежными, хрустящими и очень вкусные, главное. Для начала я беру размягченное сливочное масло и взбиваю его с сахаром. Теперь в это сливочное масло нужно ввести яйцо. Так как у меня не так много, сейчас буквально я делаю небольшую порцию, у меня здесь получится где-то 15 пряников больших с этой порции. Поэтому, вот вы видите, не совсем собирает у меня комбайн масла. Но это абсолютно ничего страшного, когда у нас тесто замешается, никакой расслоенности у нас не будет и тесто будет нежным и однородным. Я собираю масло по сторонам и обратно перемешиваю. Тесто это довольно мягкое. Оно даже немножечко мягче, чем обычное пряничное тесто. Я просеяла в отдельную тару муку и там же в муке размешаю разрыхлитель. Хорошенько перемешаю. И теперь буду постепенно водить муку. Муки введу практически 2 трети, может чуть больше. Остальное уже вмешаю лопаткой, для того, чтобы не вмешивать это венчиком. Вы видите, тесто уже стало однородным и красивым. Пахнет оно безумно вкусно. Вот оно получилось такое вот мягкое-мягкое. Сейчас я домешаю последнюю муку. И в принципе на этом можно было бы остановиться. Но я еще люблю тесто помешать руками. Оно становится тогда более пластичное. Но так как это тесто мягкое, я его буду вымешивать на пленке. Сейчас покажу, что имею в виду. Если вы хотите добавить какого-то вкуса этому печенью, будь то апельсиновая, либо лимоновая цедра, ее можно было добавить или на этом этапе, или чуть раньше. Это абсолютно не важно, когда вы добавите. Я вначале не хотела ничего добавлять, а потом мне показалось немножечко простым, то, что тесто у меня будет просто сливочным. И поэтому мне захотелось добавить сюда, как и к обычным пряникам, имбиря немножечко и корицы. Я их буду вмешивать уже потом в готовое тесто практически. Возьму широкую пленку. Пищевую. И на ней уже буду вымешивать свое тесто. Мне так будет удобно. Для того, чтобы нигде у меня не прилипало ни к столу, ни к рукам. Хотя оно не должно сильно липнуть, но все же. Мне так будет удобнее. Вываливаю свое тесто. Вы видите, что оно довольно мягкое. В холодильнике оно станет более плотным, но оно не будет жестким. Пряничное тесто, которое медовое, я рецепт давала. Я вам также ссылочку на него там в описании. Вы посмотрите. Оно более плотное. Сейчас я просто здесь его как бы приминаю, складываю. Это растягивает как бы волокна мучнистые, и поэтому тесто становится более эластичным. Вот сейчас хочу добавить сюда немножечко имбиря и корицы. Прямо на этом этапе. Я буду добавлять чайную ложку имбиря и где-то пол чайной ложечки корицы. И прянички у меня уже будут именно прянички, а не просто печенье. Буквально по чуточке. Оно у нас прекрасно размешается в тесте, можете не переживать. Но, в принципе, можно было это добавить и на этапе замешивания теста. Когда добавляете муку, можно было и в муку сразу добавить специи. Это особое значение не меняет. Потому что запах специи раскроется именно при нагревании. То бишь, здесь у нас это будет происходить при выпечке. Теперь тесто отправляю в холодильник. Где-то минимум на час оно должно полежать. У меня лежало где-то часа полтора-два. Оно стало более плотным. Тем временем я нарисовала вот такую вот себе заготовку, как я хочу разрисовывать свои прянички. Обвела формочку и в ней уже нарисовала то, что мне нужно приблизительно. Вы можете нарисовать что-либо другое, просто я вам показываю, как образец, что именно я использовала. Вот вы видите, тесто стало более плотное. Я его сейчас попробую замешать уже просто на столе. В принципе, оно не так сильно прилипает. На самом деле, это не является проблемой. Оно довольно мягкое, эластичное, с ним просто будет работать. Я уже не первый раз показывала, что пряничное тесто и тесто для медовиков удобнее всего раскатывать между двумя пакетами. Точно так же я воспользуюсь этим методом и сейчас. Раскатываю их не очень тонко, потому что они не очень увеличиваются, мои прянички в объеме. буквально, ну вот если мы раскатаем где-то полсантиметра, то они станут 7,5 миллиметров. Ну то есть, сильно тонко не катаем. Теперь беру формочку и вырезаю. Доставать буду я вначале тесто, которое мне не нужно, потому что тесто все-таки очень мягкое и нам будет так удобнее. А теперь можно уже аккуратненько взять наши печенюшки и отправить их на противень. Застеленный пергаментом. У меня силиконизированный пергамент. Его ничем смазывать не нужно. Вот такие вот печенюшки у нас получились. Я катала где-то толщиной около 4 миллиметров. Где-то вот так вот, 3-4 миллиметра у меня печеньки. И отправляю их в духовку. Духовка у меня была разогрета до 180 градусов. Это где-то на 10 минут. Они могут остаться совершенно белыми у вас, что тоже очень красиво. Но у меня с одной стороны духовка немножечко поджаривает, и поэтому они получились вот сзади немножечко вот такие вот золотистые. Но это на вкус абсолютно не влияет. Они так просто румяненькие немножко сзади. Теперь для росписи пряников я буду использовать глазурь. Это самая обычная глазурь. Я вам уже показывала, как ее делать, когда рассказывала о пряничном домике. Я взяла один яичный белок, добавила туда щепотку соли, буквально его немножечко взбила, пару секунд для того, чтобы нарушить структуру белка. И начала добавлять ложками сахарную пудру, добиваясь нужной консистенции. Я эту глазурь буду использовать и для каемочки, и для заливки, поэтому я не делаю ее слишком густую и не делаю ее слишком текучую, для того, чтобы у меня все-таки ободочек мой тоже хорошо держался. В конце добавляю буквально несколько капель лимонного сока. И можно уже будет заливать. Для начала я сделаю туловище моих аистов. Для этого мне еще понадобится зубочистка. Каждый использует, что ему нравится, но мне удобнее всего зубочисткой. Вы видите, я обвожу просто контуры своего аиста, там, где у него будет именно белое туловище. Лазурь не растекается. У меня здесь лежит просто фалик сверху, вы видите. Самый обычный простой фалик. Теперь просто зубочисткой я так по кругу заполняю, чтобы у меня не была сильно горбатая такая сверху текстура. По возможности выравниваю ее. Вы видите, стряхиваю для того, чтобы разошлась моя глазурь. И вот такие вот туловища аистов у меня получились. Их я должна оставить сушиться, так как на улице у меня была влажная погода, сушились они у меня до следующего утра. Теперь я их могу снять, показать вам. Вот такие вот туловища у меня получаются отдельно из глазури. Точно таким же образом я сделала небольшие такие капельки. Это будут лица моих младенцев. Точно-точно так же. Ну, просто покрасила пищевым красителем коричневым с розовым и сделала вот такие вот капельки. И теперь эти капельки я хочу немножечко оттенить. Я взяла розовый краситель, так как он у меня слишком насыщенный, я добавила немножечко крахмала в крышечку и немножечко красителя. И тем самым разбавив концентрацию краски. И вот делаю такие нежные розовые щечки. Если бы я сделала просто чистым красителем, то тогда у меня бы прям был такой очень нездоровый румянец у моих младенцев. Теперь черным келевым красителем я делаю точечки. Это будут глаза. Помимо глаз нужно сделать еще для того, чтобы у нас были живые лица, бровки, такой сделаю завиточек и улыбочку. И вот такие вот милые штучки у меня получаются. Милые мои детки. Теперь еще нужно прорисовать глазки у Аиста. У него как бы рисуем вот такую вот запятую. И заполняем ее, оставляя небольшую белую точечку, как блик. Посмотрите еще раз. Как бы запятая. И оставляем. Теперь вокруг очень разведенным черным красителем, чтобы еле-еле серенькое получалось, обвожу глазик вокруг, для того, чтобы придать как бы объема такого лицу Аиста. Аиста. Теперь уже можно заниматься дальше росписью пряничков. Обвожу контур. Заполняю его. Это у меня та же глазурь, которую я делала от туловища Аиста. Не сильно жидкая, не сильно плотная. Зубочисткой теперь прохожусь по кругу, распределяя всю глазурь по контуру пряника. Если у вас плохо расходится глазурь, добавьте в нее буквально капельку воды, не лимонного сока. Если у вас будет много лимонного сока в глазуре, она будет очень крошиться у вас и трескаться. Стряхиваю для того, чтобы была более глянцевая структура. Приклеиваю сразу туловище Аиста. Вы видите, это придает объем. То есть это совершенно не то, если бы мы рисовали по верху потом глазурь. Это совершенно другая техника. Сразу же мордашку клею здесь. После того, как у нас уже все высохнет, можно будет заниматься росписью дальше. Ну или хотя бы подсохнет. Я как раз пока все поделала, то все свои 15 пряников вот так поделала, то первые у меня уже подзастыли. И теперь беру, ставлю, я покрасила здесь буквально нужно было 3 корнетика. У меня был с белой глазурью, с розовой глазурью и с оранжевой. Здесь много ничего не нужно. Ставлю вот такие вот точечки и плоской кисточкой делаю перышки. Третий ряд я ставлю белыми. И точно так же. В конце я потом немножечко прорисую еще крылышки черным красителем. Можно этого не делать, и тогда прянички получатся более нежными. Вы видите, я нарисовала вначале нижний, как это правильно сказать, нижний клювик у аиста. А верхний буду уже после того, как подсохнет нижний, для того, чтобы он был как бы сверху над ним, а не соединиться с ним вместе. Это буквально там считанные секунды. Сейчас я пока сделаю такой мешочек, в котором у меня будет лежать мой младенец. Куфточка младенца и его ножки выглядывают немножечко. И вот верхний клювик. Он немножечко шире, чем нижний. Так же прорисовываю ножки аистой. Коленочки, конечно, ставлю ему. Сделаю еще такой беленький бантик моей малышке, потому что не должна быть девочка прям лысенькая. И мне захотелось, мне показалось немножечко пустым здесь место. Я такие небольшие просто завиточки абсолютно произвольные поставила. И потом еще поставлю розовые точечки в самом конце уже по всему пряничку. Для того, чтобы он был более нежный. Собственно, теперь я немножечко еще прорисую черным красителем перышки аиста. Вы видите, по контуру проставлю еще точечки. И наш пряничек уже готов. Вот без прорисованных крылышек вот такие вот нежные прянички получаются. Жаль, я, наверное, не сфотографировала там, где у меня прорисованы. Прорисованы уже здесь. Как бы тут плохо видно. Я и по контуру прорисовала. И мешочек с ребеночком тоже. Ну, я надеюсь, вам понравилось мое видео и вы возьмете как за идею. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok